Ты мультик там оставила, он работает? Нет. Ну, все, вот мои коробочки красивые, наполненные. Что, Габи, нашла? Не нашла. Вот у нас куколку, ищем ее шапочку, где она потерялась. Такая любимина Габина ляля. Вот они одного роста. Тебе нравится эта куколка, Габи, да? Это подарок. Да, это подарок. Бокс, это значит, она получила в подарок на Новый год. Правила. Ой. Вот. Я ее вот так сейчас руками. Вот синий лучок у меня, приправка и майонезик. Ну, что может быть вкуснее этого, проще этого? У нас, я говорю вам, картошка, я говорю, я, наверное, была бурбашка в прошлой жизни. Ну, украинцы тоже очень любят картофель на самом деле. Я не знаю, ни один дом украинский не обходится без картошки. Я на картошке выросла. Картошка во всех видах. Жареная, тушеная, вареная, пюре. Хотела сказать, копченая. Да любая. На костре, там, я не знаю, на сковороде, в духовке. Ну, все, все, что только возможно там. Все возможные блюда. Ничего без картошки не обходится. У нас картошка в доме уходит очень быстро. Я хочу сказать, что с приездом в Израиль, а в Канаду тем более, мы стали есть очень много риса. То, чего в моем доме вообще не было. Рис у нас вообще была редкость. И дома на Украине, когда я росла, рис это было очень редкое явление в нашем доме. Потому что, ну, как-то рис и рис, ну, что, на его наплов. Просто так его никто не ел в белом виде. Ну, как-то так не сильно принято это было. Сегодня наверняка это все изменилось. Ну, вот в те времена моего... Назад. Во времена моего детства это не было такое прям распространенное. Вот. Картошка, картошка. У нас тоже, я вот покупаю по три мешка. Вот мы с Идоком добыли, три мешка картошки он брал. Ну, вот вы видели. Это как раз на Уфрил мы с ним ходили, когда я вам показывала. Когда это было недели две назад, наверное. Мы взяли три мешка картофеля. Мешка. В каждом мешке по пять килограмм. Пятнадцать килограмм картошки. Значит, одного мешка уже нет, второй я раскрыла вчера. То есть, есть мешок. Нормальный, не то, что мы прям... Ну, я считаю, что, как бы, кто-то скажет, нихера себе, ребята, вы едите. Извиняюсь, если там дети смотрят. Но у нас так. Мы очень быстро съедаем картофель и очень быстро съедаем рис. То есть, мы поедальщики. Дети у меня небольшие фанаты картофеля, я вам должна сказать. То есть, Идок кушает, естественно, в жареном виде ее. Габи тоже в жареном может поесть, но на удивление ей нравится пюре. Ну, так, не то, чтобы она прямо его там ела без остановки, но она может съесть пюре. Идок тоже съест, конечно, под угрозами и пригрозами. Он съест, но он будет кривиться и жевать так, как будто ест свое сердце. Ну, вот печеную картошку он еще может есть тоже 4-5 кусочков. Я ее в духовочку заставляю. Все, и на часок. На 200 градусов. Да. Все, картошечка делается. Суп есть, так что, в принципе, я с ужином на сегодня уже расправилась, тоже можно сказать. Еще оставлю для салата здесь. Это нужно помыть в помойку. Я уже сейчас так, что делаю. Вот я... Не видно, вот этого не видно. Я вам покажу. Вот я... Раковина у меня чистая. Все поверхности здесь, они, в принципе, у меня чистые. Там ничего, там все чистое. Это просто там наложены вот эти все миски, просто чистые. Я стараюсь, что сейчас. Ну, я, в принципе, всегда аккуратно достаточно. Если я готовила, например, я замазывала что-то, я сразу мою. Терку – это привычка с маленькой кухней. А кухня, я вам показывала, у меня были разные. Маленькие, в основном маленькие. Это самая большая кухня в моей жизни здесь. И когда я жила в Монреале, вы по видео можете посмотреть, какая-то у меня кухня. Небольшая. Вот. И я сейчас из-за того, что весь моя вот эта перемена моей жизни, да, с этим расписанием утренним, мне нужно вечером, когда все ложатся спать, чтобы уже все было убрано. Потому что вечером я монтирую видео буквально и уже все отдыхаю. То есть я не убираю. Раньше я там сидела, смотрела передачу, потом что-то туда-туда-туда-сюда. Если что-то, мы еще там перекусывали маленькое. Потом только я шла все складывать в 12-м часу. То есть сейчас это все поменялось. Поэтому в течение дня я вот готовлю что-то или делаю, я сразу все складываю в машину. Посудомоечную, либо сразу все быстренько промываю, если мне нужно, допустим, не в машинке это мыть. И у меня в течение дня, в принципе, поверхности чистые. Если они не чистые, там до какого-то времени, я их стараюсь, ну, до вечера точно все сложить. Даже до прихода Кости. Сейчас у меня все убрано, картошка делается, потому что мне, Костя придет, в принципе, нам практически сразу нужно будет уходить. То, что если в 7, где-то без 20, мне нужно уже выехать из дома без 27. То есть, скажем так, ребята, через 40 минут мне уже нужно выезжать. Поэтому я приеду поздно. В 9 часов я приеду уже. Все. Должно сразу все включиться машинкой и стираться. Поэтому надо, чтобы все было чисто. В общем, я заболталась, но зато я ответила на этот вопрос. Я надеюсь, ничего особенного я не сказала, но ответила на вопрос. И что еще? И все. Пока что это все, все картофелье. Короче, все, бай. Увидимся уже, наверное, в машине или на хоре. Вот какая молодец. Даже успела все-таки сейчас я пересадить помидорчики свои. Каждому отдельный стаканчик. У меня не было одноразовых, поэтому я в пакеты, в обычные стаканы, которыми мы реже пользуемся, пересадила. Вот 4 помидорки. А в прежней коробочке будет новая высадка помидоров. Они у меня поэтапно будут проращиваться. Ферма. У картошки запах уже просто неимоверный. Просто. Итак, мы поприветствуем нашего Эдошу после знакомства с учителем. И мама просто... Мама, все-все хорошо. Мама просто... Не-не-не. Мама просто счастлива. Учитель маме понравился больше, наверное, чем Эдошке. Вот. И что, ты хочешь меня показать? Эдошке. Мама, я почти разрушила телефон. Что ты кричишь на всю школу музыкальную? Я почти разрушила телефон. Расскажи мне, как тебе, учитель? Чувствуется, конечно, что мы попали к пианисту. И Эдошка немножко подустала в кабинете, потому что там было очень жарко, да, Эдошка? Мы начали снимать от себя все слои кофт, которые на нас были одеты. Ну и с учетом того, что Эдошка немножко болеет, так он немножко слабенький был. Но он молодец, он все сыграл красиво. Учитель сказал, что он талантливый мальчик. Да. Да. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.